Всем привет! Сегодня очень необычный гость в новом выпуске ЛСД лучше в своем деле, это Наталья Фишман. Помощник президента Татарстана. Наталья отвечает за всю ту красоту, которую увидели в моих роликах из Казани и других городов. То, что сейчас делают в Татарстане в плане благоустройства, наверное, это номер один в России. После Москвы, Москва это особая история, все знают. Но если брать регионы России, никто даже близко так качественно не делает. Из комплекса благоустройства, где делают хорошую городскую среду, парки, набережные, то, с чего можно брать пример. Это Казань, это Татарстан. И сегодня я постараюсь у Натальи узнать, как она смогла все это реализовать, как это получилось. И что делать другим городам, чтобы было так же красиво. Переходим к делу. Ольга, вы заплатили мне за хвалебные посты про Казань. Я не уверена, Илья, что можно разглашать такую информацию. Сейчас можно все, смотри. Можно все? Но правда состоит в том, что я не заплатила Илье Варламову. Поскольку у нас передача, она называется ЛСД не просто так, лучше в своем деле, я бы хотел, чтобы люди, которые это посмотрели, в первую очередь чиновники, чтобы они поняли, что им дальше делать, как им действовать и вообще как добиться в этом непростом деле успеха. У нас сейчас из Москвы всем приказывают быстро делать общественное пространство. Как ты понимаешь, когда из Москвы приходит приказ, приходит бабло, все идут делать, но ни у кого ничего не получается. С чего начать? Ну вот я... Если ты мэр, вот ты... Давай так... Нас сейчас смотрит мэр какой-нибудь провинциального города. У меня есть порочная абсолютно... Ему что делать? Вот очень важная вещь, которую я рекомендую всем. Пригласите человека без чиновничьего опыта, но с пониманием того, как работать с людьми и что такое городская среда. И дайте ему полномочия, которые позволят ставить задачи профильному министерству. Мне очень повезло с министром архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тарстан, потому что у нас с ним с самого начала не было никакого конфликта. Мы договорились о том, что я определяю идеологию, а команда министерства реализует программу. То есть ты хочешь, чтобы губернатор, губернатор какого-нибудь региона пригласил какую-то девчонку сопливую из Москвы там. Я и тогда не хотела, честно говоря. Которая ходит там в каких-то цветных майках, в кроссовках. И чтобы она командовала министерство заслуженные люди, обвешанные грамотами, дипломами. Подожди, подожди. И чтобы вот эта вот девчонка к ним приходила. Во-первых, почему девчонка? Что за сексизм? Во-вторых, подожди, Илья, подожди. Это может быть, это всегда разные люди. Вот у самарского губернатора есть Виталий Стадников, например. Сколько ему лет? Он не разный девчонка. Мальчишка. Ну вообще, по-моему, не совсем. Он замдекана высшей школы урбанистики был. Был, когда он начал работать. Детали, прости, я не знаю, сколько тебе лет. Но ты хорошо выглядишь, но кажется, что... У него трое детей, кажется, он не совсем юный. Он был 25, когда он там начал работать. Что он понимает? Илья, ты видел, как должен выглядеть человек? Нет, Илья, подожди. Ты хочешь сейчас серьезно поговорить? Это, конечно, да. Поверь мне, я работая, ну, можно, наверное, сказать, плечом к плечу с этими людьми 4 года уже почти. Я ни в коем случае никогда в жизни не скажу, что они там... То есть я не буду издеваться над ними. Ты сейчас пыталась издеваться, что вот заслуженные мужчины, 50 или 60-летние. Ну, на самом деле, заслуженные люди. У них довольно трудная работа. Я не хотела бы оказаться на их месте никогда, честное слово. Я с уважением отношусь к тому, что они делают. Но есть определенная логика, в которой они действуют. Есть определенные типы отчетности, которые с них требуют. Им нужно осваивать деньги вовремя. Им нужно вводить определенное количество тысяч квадратных, сотен тысяч квадратных метров жилья. Ну, огромное количество разных показателей. Они заточены на то, чтобы формальным образом выполнять эти показатели. Если мы берем человека, который не прошел эту школу, то ему вообще на это наплевать. Ну, то есть мне, когда я приехала в Татарстан, по большому счету и сейчас, абсолютно наплевать. Я помню, у нас был очень смешной момент в 2015 году, когда я приехала. Коллеги говорили на совещании про освоение. Они говорят, мы должны до такого-то сентября показать освоение программы, средств программы. И я, ну, воспитанная, так как воспитанная, там, общающаяся с той средой, с которой я общалась, для меня слово освоение, оно не было, там, термином из области госуправления или, там, бюджетного законодательства. Оно было исключительно ругательным словом из роликов Алексея Навального. Я вдруг, значит, как-то описала эту ситуацию, значит, 24-летняя лохматая московская чучундра какая-то непонятная, начала на них орать. Да как вы смеете говорить такие слова, как освоение? Вам что, ничего больше не нужно? А они на меня сидят, смотрят, ну, про себя думают, что вообще зачем нам ее прислали? Говорят, ну, вообще-то, да, нам нужно освоить. Потому что, ну, мы должны освоить бюджет, это наша задача. И, ну, это вообще, я потом извинилась перед ними через год, наверное, или через полтора. Когда сама начала осваивать? Нет, я-то не начала осваивать. Они как осваивают, так и осваивают. Я же только проекты согласовываю. Тебе взятки часто предлагают? Мне предлагали взятки в первый год, наверное. Сколько? Как это происходит? Они подходят и говорят, знаете, мы могли бы договориться. Я говорю, о чем договориться? Они говорят, ну, мы могли бы сделать это взаимно выгодным. Я говорю, да, как же интересно. Ну, вы знаете, если вас будет заинтересован, я говорю, какая заинтересованность? У меня есть одна заинтересованность. Мне нужно, чтобы вы сделали качественный вам. Ну, реально, были предложения? Ну, я никогда не доходила до разговора о суммах. Ну, то есть, мое любопытство не так велико. Ну, то есть, выгляните в окно, а там машина стоит. Моя брезгливость выше, чем любопытство. Но, я тебе рассказывала, у меня была самая большая истерика в жизни. Когда я осознала, что подрядчикам выгоднее дать мне откат, чтобы я от них отстала, чем переделывать 7 раз столько, сколько я их заставляю, прежде чем приму у них работы. Им реально выгоднее давать людям откаты. Я два с половиной года не могла понять, почему они не молятся на меня. Я святая, не беру у них откаты, заставляю их делать хорошо так, чтобы они потом гордились и т.д. и т.п. Я думала, что они должны просто боготворить меня и беспрекословно выполнять все мои пожелания. А потом я поняла, что пока они переделывают все, что мы от них хотим, они тратят больше, чем они могли бы потратить, если бы просто дали откат. Взятки ни разу не была? Нет, не была. Я знаю массу прецедентов. Я просто не хочу упускать важную нить. Сейчас происходит ситуация, когда на всю страну в плане благоустройства льется дождь из бабла. Минстрой отправляет вагоны с миллионами рублей в разные регионы, они едут по всей, и всем говорят, комфортная городская среда, то-то делать, и там стрелка ездит, эти вот их маленькие труженики, цирку или линейки, что-то мерят, придают альбомы. Смотри, тема благоустройства всего остального, она сейчас на повестке дня, номер один, внутри страны, внутри страны. Если послушать последнее выступление Владимира Владимировича Путина, когда перед федеральным собранием, послание, и ты помнишь, между надоями и ракетами, которые уничтожат весь мир, он говорил про комфортную... Да, потому что до этого было про социальное здравоохранение, мне понравилось. В общем, смотри, тема важная, и это ясен тренд, он будет в ближайшие годы, по всей стране он будет. Я хочу понять, что делать? Этим вопросом сейчас искренне задаются наши зрители, чиновники, которые сейчас смотрят у нас на своих совещаниях, в своих кабинетах, смотрят тебя. Что им делать? Ты говоришь, пригласить талантливого человека, который знает, что делать. Где искать специалистов? Тебе звонить? Можно, кстати, мне звонить? Можно тебе звонить? Подожди, ну ладно, отдел кадров, давай откроем агентство. Ты знаешь, у меня директ Инстаграма, я вот в Якутии сейчас была, сколько дней? Ирина Алексеева написала мне в директ Инстаграма, говорит, прилетайте, пожалуйста, мы вот с губернатором хотели бы вы. Смотри, вот сейчас на экране появляется твой Инстаграм, мы пропиарим так и быть, хотя ты денег не плачешь все равно, мы пропиарим твой Инстаграм. То есть тебе можно, специально для губернаторов, можно писать тебе в директ Инстаграме с просьбой найти хороших людей. Вообще, если кому-то реально нужна помощь по делу… Нет, стоп, ты сейчас не понимаешь, у тебя сейчас заспамят все. Давай мы сделаем, только для губернатора. Нет, ну, до мэров, не знаю. Мэров, губернатор. Ты готова помочь? Я правда готова помочь, я с радостью помогу. Ты готова найти хороших людей, помочь, если человек искренне хочет, чтобы в его регионе была красота. Если он обещает потом этому человеку помогать, я убеждена. Что нужно сделать со стороны губернатора? Слушай, знаешь, мы вчера разговаривали с самарским губернатором. Он, наверное, когда выйдет передача, уже будет губернатором, пока он еще временно исполняющий обязанности. Его можно имя называть? Дмитрием Игоревичем Азаровым. Это мой родной город. Они меня пригласили поговорить о том, что делать в Самаре. Понимаешь, какая поразительная вещь? В Самаре невероятная архитектурная школа. Одна из сильнейших в стране. Вот, например, Шапира, который главный у нас архитектор отечественного благоустройства, начиная с Парту Горького, Крымской набережной и дальше по списку. Института Стрелка, кстати. Вау-хаус. Там куча талантливых молодых людей, которые работают на Казань, на Челябинск, на Казахстан, на Москву. И при этом, Илья, ни один из них не допущен до работы. Я буду в Самаре, я знаю, я же писал. Да. Они говорят, а вот как нам найти людей? Я говорю, да... Я начинаю там первому вице-губернатору, тоже очень приятный человек, и я ему начинаю говорить, вот такая есть девочка, вот такие есть. Он говорит, так я же вот ее знаю, мы же там то-то-то. Но я думала, что она музейный работник, потому что мы делали какую-то выставку в каком-то музее, а ребята-то реально, они на все, на что угодно готовы. Они там сами обзванивают администрацию, узнают, кто делает проекты благоустройства. Они готовы бесплатно их сделать, чтобы только не уродовали город. Проблема в том, что чиновники просто могут оказаться... Ну, они просто... Проблема в том, что люди живут в параллельных реальности. Да, это же тоже большая... Как чиновнику, который ни хрена не понимает благоустройство в архитектуре? А теперь посмотри на это со стороны чиновника, который вообще не понимает, кому ему идти. Да. Потому что вот он тебе напишет, а хрен тебя знает, ты потом приедешь с камерой и, значит, соберешь каких-то сторонников Алексея Навального. Чего ничего не угодно? Подожди, 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 подожди. Я тебе рассказываю, как думает про тебя чиновник. О, давай. Какой-то хрен непонятный, кудрявый. Сейчас приедет, расскажет про нас кучу гадостей, устроит митинг, значит, за то, чтобы свергать президента. Как вообще... То есть дело с ним иметь невозможно. Лучше вообще с ним не связываться. И, в принципе... И так про меня думают. Конечно. Конечно. И, в принципе, Илья, ты должен понимать, что про непроверенных, непонятных людей, а вот этот креативный класс, представителями которого мы с тобой, кажется, являемся, это, хотя я же нет, а это же только ты, но, в любом случае, это люди, от которых неизвестно, что ждать. И есть существенные часто опасения на эту тему. И здесь очень сложно и важно, чтобы стремление к диалогу шло с двух сторон. Потому что, когда еще этот человек, чиновник, они искренне, коллеги, реально искренне хотят делать хорошо. Они спрашивают, а как нам делать, как у вас? Мы тоже так хотим. Мы готовы. Вы нам расскажите, как. И дальше, если к ним приходит молодой человек, который начинает сверху вниз, потому что... Я это очень много, кстати, видела. Московские или какие-то архитекторы, которые скажут, какие там губернаторы-дебилы, какие мэры-идиоты, какие там министры-колхозники. Я очень много этого слышала. И я понимаю, что если вот с таким отношением подходить к этим людям, то, честно говоря, вероятность того, что получится диалог, она стремится к нулю. Я не очень часто сталкиваюсь с людьми, которым нельзя объяснить, если ты с ними нормально разговариваешь, во-первых, уважительно, во-вторых, с аргументом. Чиновник тоже человек. Ты, конечно, передернул, но ловко. Но вопрос в том, что нет. Вопрос в том, что вообще все люди, и нужно с уважением друг к другу относиться. Обращаются к тебе в Инстаграм, ты даешь советы, как найти человек. Какие полномочия должны быть у человека? Прямо так вот, коротко, чек-лист, что нужно обеспечить человеку? Человек должен... Квартиру? Нет. Машину, водитель? Нет? Нет. Полномочия какие? Человек должен согласовывать концепцию. И без подписи этого человека никакая концепция не должна опускаться в дальнейшее проектирование рабочей и, соответственно, строительно-монтажной работы. А дальше этот человек должен сам гарантировать вовлечение жителей в процесс формирования этой концепции. Я приезжаю в какой-нибудь условный сельский район. Угу. Есть глава. В главе, например, ну, шестьдесят лет. Угу. Хотя в шестьдесят лет есть очень... И в семи лет есть очень прогрессивные люди. Ну, вот возьмем, например, собирательный образ такой негативный. У него есть, во-первых, свои эстетические пристрастия. Ну, что уж там говорить про сельского главу. Мы понимаем, что сделал с Самарской площадью славу предыдущие губернаторы Самарской области. Я вообще, ну, не люблю людей ругать, но тут, поскольку это мой родной город, во мне вскипает такая ярость и ненависть, что я просто... Объясни, о чем речь? Речь идет о площади Слава в Самаре, с которой невероятный вид на Волгу. Там видовая площадка на Волгу. Такой один из главных видов. И там построили стену в человеческий рост. По нормативам. Да, из-за которой просто теперь нету вида. Ну, они сейчас там чуть-чуть исправили ситуацию. Ну, изначально была такая... Но это, конечно, все за грани удобрения. Нет, они еще заложили прекрасный, в моем первом классе положенный немецкий бетон, по которому катались скейтеры. Это было абсолютно вместо силы какой-то ужасной мордовской брусчаткой, бездарной, безвкусной, некачественной. Покрасили все... Ну, ладно, не хочу даже. Я сейчас заведусь, и это будет, возможно, самое эмоциональное мое высказывание за нашу встречу. Это будет хорошо, да. Так вот, мы приехали к этому сельскому главе. Он хочет кованую скамейку. Естественно! Ему нужен барочный фонтан. А еще у его зятя есть завод по производству брусчатки. Такой, знаешь, в форме клевера. Ой, очень красиво. У меня на даче такая. Беленькая и красненькая. Так. Ты описывай сейчас мой участок на даче. Кстати, как же я не догадалась. И тут приезжают мы, команда нашей архитекторов, по тому и называется архитектурный десант. Это наиболее точная метафора того, что происходило поначалу, значит, с муниципалитетами. Архитектурная опричнина, давай так. Ну, подожди. Наверное, с точки зрения этого главы так и выглядит. Да, архитектурная опричнина. Неплохой вариант, но все-таки оставим десант. Мы говорим, не-не, погоди, так не будет. Потому что так не надо. Потому что там огромное поле из брусчатки, воткнутые посредине маленькие, потому что на большой денег нет, значит, фонтан из искусственного камня, значит, и с ангелочками позолоченными, и кованые скамейки, и к ним, естественно, идут кованые фонари рядом с каждой скамейкой, и кованая урна рядом с каждой скамейкой. Это как бы не работает. И елочки, елочки нужно везде посмотреть, потому что елочки легко маленькие из лесхоза там где-то взять и воткнуть. Еще петунии. Ну... Понятно. Так, и... А мы говорим, не-не, погоди, погоди, мы это не согласовываем. Дальше происходит очень интересный процесс, потому что есть еще подрядчик. Глава может, например, говорить подрядчику, слушай, милок, она там, это, в Казани сидит? Ну, или где-то? Угу. А ты тут у меня работаешь, поэтому брусчатку будешь брать, где я сказал. А дальше, если у меня есть полномочия приехать с заказчиком, и сказать, дорогой заказчик, это сделано не по проекту. Ты не подписываешь форму КС-2 и не принимаешь эти работы. Подрядчик оказывается в ситуации, когда ему никто за это платить не будет, и дальше оно отыгрывается само собой. Это первый год. Дальше, естественно, авторский надзор начинает уже вести архитекторы. И вообще, участие архитектора на всех этапах, на этапе формирования концепции со всеми разговорами с жителями. Я надеюсь, мы поговорим про соучаствующее проектирование в обречении людей. Давайте мы поговорим сюда. Далее, участие архитектора в надзоре за рабочей документацией, если это не одно и то же бюро, которое делает концепцию рабочую документацию. И обязательно авторский надзор за реализацией проекта. Это одна из ключевых вообще, один из ключевых факторов успешности проекта. И тут важно понимать, что у архитектора должна быть возможность влиять на то, принята или не принята работа. То есть, безграничные полномочия? Нет, ну они же... Подожди, а разве это безграничные полномочия? Нет, это как раз нормальные, внятные полномочия. По нынешним меркам это прямо вообще... Нет, просто понимаешь, мы вообще не очень умеем ценить идею, но проблема состоит в том, что если... почему-то тебе, и не только тебе, кажется, что у нас хорошо получается. Потому что в каждом пространстве есть идея, образ, стиль, качество. Архитектор должен быть главным на проекте? На первом этапе, да. Мы еще не закончили, что губернатору делать? Губернатору перестать думать, что он, как управленец, может заменить собой экспертов. Да, вот я, кстати, езжу по регионам, общаюсь с разными мэрами, и везде вот прямо сто процентов ситуация, да, что я вот посмотрите, какую лавочку придумал. Или, а вот посмотрите, как я классно решил здесь сделать детскую площадку. Вот такую вот с бегемотом. Человеку же нужно самовыражаться. Он сидит каждый день с утра до ночи, какие-то совещания проводит. Он не творит. У каждого человека есть порыв к творчеству. Этот порыв нужно обуздать. Мениханов в Татарстане лично что-то проектировал? Никогда. Ну, на моем веку я никогда не слышала... Дворец земледельцев. Это, кстати, было до того, как он возглавил республику. Я никогда не оказывалась в ситуации, когда президент сказал бы, мне это некрасиво переделай. То есть он полностью доверяет это? Он знает просто во что ему нужно вникать, а во что ему не нужно вникать. Если бы он не доверял мне, то зачем бы ему было меня приглашать в Татарстан? Это какая-то уникальная ситуация. Давай скажем, уважаемые губернаторы, пожалуйста, доверяйте людям, которых вы выбираете. Но вообще это обращение к любому нормальному управленцу. Хорошо. Твой топ-5 губернаторов. Ты же почти со всеми пообщался. Мой личный рейтинг выглядит следующим образом. Number one Рустам Миниханов. Это понятно. Он вообще вне конкуренции. Он просто над всеми. И это не потому, что так нужно говорить. Мне очень понравился, меня очень впечатлил Шулбан Валерьевич Караул, глава республики ТВА. Так. Искренне. Я подписана на его инстаграм. Он пишет невероятные тексты, сопровождающие каждый пост. Я получаю большое удовольствие и искренне, глубоко ему симпатизирую. Второй инстаграм, который ты сегодня рекламируешь у нас в выпуске. У Рустам Минихановича тоже ничего. Мне нравится, мне приятно было взаимодействовать с Нижегородским губернатором, потому что он обратился за советом, он все сделал... У них новый губернатор. Да, Глеб Никитин, Глеб Сергеевич Никитин. Он обратился за советом, сделал все, как ему рекомендовали, получил результат. По-моему, офигенно. Не знаю я. Ну блин, из всей России ты не можешь никого больше отметить? Ну и люди, с которыми... Я сейчас отметила людей, с которыми у меня был личный положительный опыт. Ну два человека, что все, а остальные? Вообще, мне кажется, что начать, знаешь, губернаторам нужно с того, чтобы сказать, я в этом ни хрена сам не понимаю. Я пойду и посоветую с людьми, которые в этом понимают. Мне кажется, вообще залог успеха в жизни, нет? Ты сейчас предлагаешь просто вот большинству наших губернаторов сделай такой вот самострел своей гордости. А почему это самострел? Я не вижу здесь никакого самострела. Я топ-менеджер. Я высокого уровня руководитель. Я не обязан разбираться во всех профессиональных отраслях. Я должен уметь находить профессиональных людей. Или мэр города не может теперь вот прийти и сказать, я видел вот такую лавочку и хочу, чтобы вот это было так. Конечно же, он может прийти и сказать, я видел такую лавочку. А как же успех... Подожди, посмотрите, пожалуйста, не кажется ли вам, что это интересно применить. Подожди, а как же успех, который на всю страну гремит, Ёж-корла, где Леонид Маркелов пока этого ясного сокола в клетку-то не посадили. В смысле, то, что он видел Брюгге, видел Венецию, видел Москву. Я не буду это комментировать. А людям нравится. Подожди, я же не против. Просто это лежит вне пределов моих профессиональных компетенций, я бы так сказала. Хорошо. Все, губернатору больше сквалять не хочешь? Ну а якутский мне очень понравился. Новый якутский губернатор. Айсен Сергеевич. Да. Да, очень понравился. Мне вообще, знаешь, у меня есть деформация. Мне вообще нравятся лидеры национальных республик, потому что они воспринимают себя не как руководители какой-то там территории, им доверены. Они лидеры народа, у которого нет другой своей земли. И это очень круто. Это очень сильно меняет и широту их взгляда, и уровень их общения, потому что, ну, президент Татарстана, он, безусловно, руководитель одного из регионов Российской Федерации в первую очередь, но в то же время он руководитель народа, который может разговаривать с руководителями там Казахстана, Кыргызстана и дальше по списку абсолютно по-партнерски. И я, например, получила абсолютно такое же впечатление и от тувинского губернатора, и от якутского губернатора. Это люди, которые представляют народ. Они заинтересованы в благе народа. Не населения, понимаешь, а народа. Это важно. И я вообще очень верю в национальные республики. Мне кажется, что это прям круто. Губернаторов мы всех отхвалили. У кого-то поднялся рейтинг, у кого-то нет. Меня часто спрашивают, я езжу немножко... Сколько мы тебе заплатили? Это был первый вопрос популярности. Второй вопрос, какие города, кроме Москвы и Казани, давай мы Казань тоже вычеркнем, там все понятно, где вообще в России сегодня делают в плане городского пространства что-то толковое? Мы сейчас говорим про Галецкого. Краснодар, Стадио Увар. Галецкий, Краснодар, говорим хорошо. Говорим, ну как бы без сомнений. Нам очень всем нравится Сергей Галецкий. Очень. Очень. Давно мечтаю с ним познакомиться. Я тоже. Он меня читает в Твиттере. Да? Может быть он смотрит нас. Я даже не знаю, куда посмотреть Сергей. Сергей, мы очень хотим с вами лично познакомиться. Пригласите нас вдвоем, пожалуйста. Пригласите нас в Краснодар. Ну можно еще кого-нибудь позвать, да. Чтобы мы погуляли по парку. Да, пожалуйста. Давай объясним. Сергей Галецкий, это бывший владелец Магнита, владелец футбольного клуба Краснодар. Человек, который за свои деньги построил потрясающий стадион футбольный. Один из самых, на мой взгляд, красивых стадионов в России. В мире. Ну он просто абсолютно глобально. Он очень крутой, да. Он очень крутой. И совершенно невероятный, потрясающий парк. Вокруг. Особенно деревья вырастут, там вообще будет сказка. Вокруг этого стадиона. Очень круто. И один из, наверное, таких лучших парков, одно из лучших общественных пространств в России. Появилось оно, по-моему, в прошлом году. Его открыли. Если не были, приезжайте в Краснодар. За что мы Сергею Галецкиму говорим большое спасибо. От всей души. От всей души. И напоминаем, что очень хотим получить от него подарок. Нет, подарок может подарить только тебе. Познакомиться. Но очень хочется с ним поговорить, потому что он, конечно, мой личный кумир. Смысл в том, что сегодня в России, несмотря на то, что уже не первый год, миллионы, миллионы, миллионы рублей, они тратятся на то, чтобы сделать жизнь лучше. Чтобы города были комфортнее. А, но в Московской области что-то происходит симпатически. Ничего не происходит. Вот. А обсудить-то, ну, по большому счету, и нечего. Почему так? Почему так? В чем главный затык? Затык первое – в законодательном регулировании. Затык второе – в недостатке квалифицированных архитекторов. Затык третье – даже там, где есть квалифицированные архитекторы, часто чиновники с ними не взаимодействуют и не умеют взаимодействовать. Затык четвертое – есть сроки. По-хорошему, вот сейчас, осенью 2018 года, нужно начинать и, там, к декабру завершать обсуждение с жителями проектов, делать расширенные концепции и запускать торги на рабочее проектирование, для того, чтобы весной выходить на работу. В силу того, как устроен бюджетный процесс и в силу того, как организована работа, это очень часто не происходит вовремя. И поэтому люди строят с листа, люди строят без проектов и так далее. Если говорить о причинах, наверное, главная проблема в том, что это просто требует вообще иного управленческого подхода. В том, что очень много субъектов, которые должны обо всем договориться, должны быть вовлечены в процесс. Сроки не позволяют это сделать. Даже не знаю. Слушай, Илья, это хороший вопрос. Это вообще хороший вопрос. Я не знаю, почему это не получается. Потому что мне кажется, что в этом нет вообще ничего сложного. Но не получается. Расскажи, как ты оказалась в Татарстане? Хитростью и обманом. Большой друг Васи Бравко пригласил меня поработать над брендом историко-культурного наследия Республики Татарстан. Так, это твой был первый звоночек в Татарстан? Это был мой первый звоночек в Татарстан, да. В процессе работы над ним мы познакомились с Рустамом Нургалевичем. С Миниханом, президент Республики. Да. В 2014 году в Татарстане обновили первый парк. Это был парк Горького. Это оказалось невероятным событием для всего города. Никто не ожидал такого эффекта. Это твой проект был? Это был не мой проект. Меня близко не было в этот момент в Татарстане. Это был проект девушки по имени Даши Толовенкова. Это был проект президента города. Архитектором проекта была Даша, которая потом стала первым руководителем архитектурного десанта, а сейчас работает заместителем главного архитектора Казани. Это было невероятно эффектно. Когда они на деле Республики президент, мэр и все остальные деятели 30 августа его открывали, они вдруг поняли, что люди в каком-то невероятном восторге от того, что у них появилось место. Ну, в неподдельном восторге. И тогда президент решил, что объявит 15-й год годом парков и скверов в Республике Татарстан. Меня в этот момент близко не было. Видимо, когда ему Айрат Хайрулин, ныне мой Ральметьевска, его помощник, сказал о том, что я вообще-то работаю в команде Сергея Капкова, который известен вот этими вещами, ему стало интересно. Они приехали в январе, мы показали им с Олей Захаровой парк Горького и Крымскую набережную, потом еще еврейский музей и так далее. И буквально через неделю он пригласил меня на работу в Татарстан. Тебе угрожали? Ну, мне рассказывали, что, типа, так не пойдет. Но, ты знаешь, я такая борзая. То есть серьезно это не воспринимала? У тебя были моменты, когда ты думала, надо охрану, например, нанять? Или до этого не доходило? Были. Нанимала? Нет. Это же не свобода. Ну, то есть, это же еще, знаешь, такая хорошая вещь. Я же ни за кого ответственности кроме себя не несу. Я фаталист. Меня часто спрашивают, куда пойти учиться. Куда пойти учиться человеку, кто хочет делать города лучше, заниматься общественными пространствами, благоустройством, урбанистикой. Архитекторы РФ запускаются, дай бог, коллеги помогут. Нет. Человек закончил школу, ему куда идти учиться? В какой вуз? Я бы в Марш отправила. Это что такое? Московская архитектурная школа. Марш. Казанский, Самарский, Мархи, естественно. Номер один, по-твоему, какой? Я вообще не возьмусь. Ну, у тебя человек приходит, он тебе дает, я закончил. Я вообще не смотрю, кто что закончил. Я смотрю портфолио. Окей. А из иностранного? Еще одна важная вещь, знаешь, честно говоря, я не смотрю портфолио сама, у меня есть люди, архитекторы, которым я доверяю, которые работают со мной, руководят архитектурное бюро и так далее, и они дальше там разбираются. Образование не главное, а главное портфолио? Ну, вообще, по-моему, в жизни главное не образование, а что ты делал, какой у тебя опыт. То есть можно не учиться после школы? Самара, Казань, Москва, все? Ну, наверное, есть еще. То есть наверняка. А из иностранных вузов? Ты вообще следишь, что в мире происходит? Есть, конечно. Ну, послушай, конечно же, есть AA, есть Bartlett, есть DELF, есть огромное количество. образовательных учреждений. А какой считается прямо архитектурная школа номер один сегодня в мире? Harvard Graduate School of Design and Architecture, AA. Кто лучшей командой, кто занимается благоустройством, урбанистикой? Ваухаус, Рождественка. Мне, кстати, 8 линий Антона Кочуркина с Юлией Бычковой. Оркестра, то, что сделала Катя Гольдберг и Эдуард Моро, мне кажется, огромные молодцы. Они как раз вот с Юрой Григоряном, с Меганомом выиграли набережные Москва-реки. Мне из молодых очень нравится AI Architects, Саша и Ваня. Прям блестящие ребята. Мне очень нравится, кстати, моя троюродная сестра Юра Фишман из Самары, которая, по-моему, делает замечательные проекты и очень часто единственным регионалом участвует в различных конкурсах международных. Я, кстати, без ложной скромности убеждена, что наш архитектурный десант... Просто потому что большего количества реализованных проектов благоустройства в силу красных обстоятельств ни у кого нет. Это тоже очень сильная команда. А вы налево работаете? Да. То есть вам можно заказать... Вот я мэр Омска, например, и я хочу сделать красивую площадь, и я звоню тебе и говорю, сделайте. Мне звонить не надо, есть архитектурный десант, у них есть свой телефон. А так называется? Архитектурный десант, да, это компания. Очень важно. Но мэр Омска это будет стоить денег. Нам же нужно как-то возвращать деньги в бюджет. Сколько стоит сделать хороший проект набережной? Ну какого размера? Ну, километр, давай возьмем. Концепция? Километр, да, у нас провинциальный город, ну не Москва, давай, не Москва. Обычная набережная в обычном городе. Километр, ну вот Вологда, у них есть набережная. У нас есть участок набережной, километр, хотим сделать что-то клевое. Ну смотри, концепция, я не буду называть сумму на рабочку, они привязаны к Девитам. Понятно, концепция. Ну я думаю, что от пары миллионов. Я представитель общественности, я же все, я получаю все, да, я как вот, как фильтр. Фильтр? У меня вот все, все вот вопросы, чаяния, просьбы, заветы людей, вот они все вот оседают на мне. Я потом вот их перерабатываю и выдаю вот таким вот, как ты. Как человеку сделать хороший двор? Я тебе сейчас объясню, подожди, если ему, мы сейчас просто перейдем к следующей теме, это общение с жителями. Если он не попадает под какие-то программы, то есть если городу на двор наплевать, но вот жители, они смотрят на свой убогий отвратительный двор, и они хотят там сделать что-то нормальное. Сегодня в России вот они хотят сами за свой счет скинуться там ТСЖ и сделать хороший двор. Как им быть? В то, что люди могут скинуться на замену покрытий, я, например, не верю. Люди могут сами скинуться на следующие вещи. Они могут скинуться на игровое оборудование детское, выбрать игровое оборудование. Они могут сами собраться и сделать малые формы. Это несложно. То есть начать все равно объединяться? Конечно. Нет, вообще, по-моему, нет вообще никаких других способов, кроме как объединяться. Хорошо. На что-либо влиять. Вообще, в принципе, на что-либо влиять. Ты много говоришь про то, что нужно обязательно там общаться с жителями, получать у них там совет, все остальное. Есть другая точка зрения. Так. Что, по-моему, твой бывший начальник, Сергей Капков, когда его спрашивали, а как у вас получился такой прекрасный парк? На что он ответил, не берусь за точность цитаты, да, но что-то принесли, что мне очень повезло, что вокруг не было домов и не пришлось ни с кем советоваться, иначе бы мы никогда ничего здесь не сделали. То же самое можно было услышать про зарядье московское, то же самое можно было услышать про многие удачные проекты, что хорошо, что не было жителей, потому что иначе мы бы там никогда ничего не сделали. И у меня есть свой опыт. Когда Максим Евгеньевич Кац, мой партнер по городским проектам, был муниципальным депутатом, мы в муниципалитет, пришел бюджет на благоустройство такого небольшого сквера, там какие-то 5 миллионов, сквер не будет, там можно было что-то делать. И мы начали такие, вау, пришло бабло, сквер, а там ничего нет, просто вообще, просто такой пустырь, там что-то заросло, какие-то деревья, собак люди выгодят, и мы начали думать вообще, что там делать, мы там собрали молодых архитекторов, мы там провели какой-то конкурс, выбрали победителей, там были какие-то, ну, то есть там как минимум должны были сделать освещение, проложить какие-то дорожки, сделать зоны там для собачников, для спортсменов, для где-то с детишками, то есть все грамотно, все это дело спланировали. И столкнулись с такой проблемой, что сразу же пришла возмущенная общественность, которая так, дорожки мы делать не будем, потому что это нарушит пути миграции дождевых червей и ежей, конечно же, никакие лавки мы здесь ставить не будем, там будут бухать наркоманы, свет, да вы с ума сошли, если свет поставить, будут у нас под окном. Птицы улетят. Не птицы, а люди, оказывается, бабушки верят, что если там будет свет, люди будут допоздна там гулять. А ей шуметь. Да, ей шуметь. А так света нету, темнеет, все спят, поэтому вообще свет, это вообще зло, оказывается, по мнению некоторой. А поскольку это муниципалитет, муниципальные собрания, как раз вот все вот эти активисты, в итоге деньги обратно отправили, ничего сделать так и не смогли, потому что общественность была против. Но, а если бы не было необходимости не советоваться, я думаю, мы бы там сделали классный проект, и потом бы все, конечно, оценили, как происходило с другими проектами, которые изначально воспринимались в штыки. Итак, нужно ли советоваться с людьми? Сейчас расскажу. Пункт номер один. Вовлечение людей не равно общественное слушание. Общественное слушание – это механизм, в который я вообще не верю. Потому что общественное слушание – это когда кто-то уже что-то нарисовал, кто-то уже разработал, кто-то кому-то за что-то заплатил. Формальным образом не заинтересованно в том, чтобы люди пришли и высказали свое мнение, кого-то куда-то пригласили, что-то им какие-то картинки показали, люди должны покивать, все должно пускаться в работу. Мы делаем вообще по-другому. Мы делаем так, что люди формируют нам техническое задание. Мы приглашаем людей. Мы приглашаем людей максимально широко. Мы делаем это через телевидение, через радио, через социальные сети. Мы вешаем объявления на подъездах, мы вешаем объявления в магазинах, мы вешаем объявления в школах, в больницах, всей социальной инфраструктуре, которая есть поблизости. Нам важно, чтобы пришло очень много людей. Дальше мы приглашаем людей за столы, где они должны работать в группах. Мы кладем перед ними карту территории и кладем перед ними стикеры, на которых нарисованы функции. Фонтан, площадка для выгула собак, спортивная площадка, детская площадка, беседка. Этих функций там порядка 80 различных. И дополнительно анкеты. Люди должны вот в этой группе, что важно, договориться о том, что очень важно на этой территории сохранить, что важно с этой территории убрать. Или поблизости, часто люди, например, говорят, уберите наливайку какую-то. Какое должно быть у этой территории название, какое у нее должно быть настроение. А дальше они должны вместе, по сути, спроектировать функциональное зонирование этой территории. Люди в группах, когда договариваются, там сразу ситуация с людьми, которые говорят, нет, уберите дорожки, потому что это предотвращает миграцию дождевых червей, будут в меньшинстве. Потому что другие людям скажут, слушайте, вы, конечно, молодцы, мы тоже любим дождевых червей, но мы хотим здесь гулять. И очень важно, чтобы этот процесс саморегуляции запустился. Потому что придет молодая мать, которая скажет, знаете что, я с коляской по земле и по этим червям гулять не буду. Наразали! Можно мне, пожалуйста, дорожку и можно мне, пожалуйста, детскую площадку, а еще освещение, мне иначе страшно. Люди начнут это регулировать сами. Дальше мы, и это важно, публикуем отчеты, в которых сфотографирован каждый проект. Описано, что люди отметили как важное, что отметили как важное все, на тему чего мнения разошлись. И в конце техническое задание для архитектора. Что должно появиться на объекте обязательно? Какие функции? Функции не дизайн. Мы не согласовываем с людьми, как выглядит лавка в их парке. Мы согласовываем с людьми, какую они хотят где получить функцию. Дальше архитектор уходит на месяц или на полтора и возвращается к ним с концепцией, которую мы точно так же кладем перед ними на столы и просим их ее обсудить, отреагировать. И если три четверти людей, пришедших на эту встречу, не согласны, у них есть право заставить нас переделать этот проект. Мы в Зеленодольске, это город в 60 километрах от Казани, переделывали проект 7 раз. И пока мы его не переделали, мы не начинали ни рабочие проекции, ни тем более строительно-монтажные работы. Это что значит? Это значит, что нормальный чиновник очень сильно не хочет никакой публичной шумихи, потому что публичная шумиха это какой-нибудь начальник услышит, поругает, накажет. Но в результате этого они получают шумиху, но позже. Они получают шумиху на выходе, когда они уже потратили десятки миллионов рублей, сделали что-то, что никому нафиг не надо. И что самое опасное в этом смысле – люди, поскольку он не очень особо благоустроенный, они вообще все равно придут. Ну, меньше людей придет, они придут. И они встретятся, и они познакомятся. И они консолидируются, но на негативе. Вот та ситуация, которая произошла в моей родной Самаре с площадью Славы – это отличный пример того, как все консолидировались против губернатора. Он, может быть, хотел как лучше. Сейчас ты по Казани гуляешь с высоко поднятой головой и ловишь благодарные взгляды горожан. Ты знаешь, что я тебе хочу сказать? Первое время меня просто гнобили, и, в общем, это был общий фон. А последний год меня все благодарят практически все время. И я даже испугалась, не случилось ли чего. И даже когда какая-нибудь газета электронная что-нибудь пишет, какие-нибудь тролли всегда есть, но оказалось, что людей, которые готовы защищать, в два раза больше вдруг. Не знаю, наверное… Знаешь, что? Наверное, просто нужно честно относиться к людям, и они это чувствуют. Я не знаю, если я рассказывала, нет. Мы в Челнах, когда первый раз обсуждали набережную Тука, они чуть на виллу нас не подняли, потому что приехали какие-то сопливые дети из Москвы, и начинают с ними тут якобы что-то обсуждать. Они же вообще нам не верят. Город, допустим, не самый счастливый с судьбой. Все-таки это утопия, которая превратилась в какой-то момент в дистопию. И люди, которые строили город, еще живы. И тогда они строили город солнца по проекту Ликорбюзье, а оказалось, что не совсем все идеально. И вот мы тут приехали, типа набережную, которая 25 лет стоит брошенная, сейчас мы вот сделаем. И они буквально нас матом крыли. А когда мы через месяцев 7 или 8 встретились с ними, чтобы обсудить итоги реализации первого этапа и второй этап, то пришло в три раза больше людей. Ну, в общем, сами пришли. И начинали они вдруг предложение со слов «Спасибо вам большое, нам очень нравится, ну вот хотелось бы». И это просто паразитно. Потому что это люди, им никто не платил, их никто специально за руку не приводил. Просто люди поняли, что их услышат, и что имеет смысл тратить свое время на эти разговоры, потому что им нравится то, что получилось. Заряди надо было обсуждать с людьми? С москвичами? Я считаю, что... Вот смотри, как мы поступили с кабаном? Тебе очень нравится, что заряди получилось? Ну, у меня есть вопросы к качеству работы, так мне нравится, конечно, да. А может быть, может быть у нас, у русского человека, все-таки есть свой какой-то путь? Может быть, нам вот все вот эти вот ваши парки, они в таком виде и не нужны. Или они нужны в Казани, но не нужны в Якутске, потому что в Якутске замечательная Ирина Алексеева, она делает в Якутске абсолютно то же самое, что вы делаете в Казани, но принципиально. И в плане дизайна, и в плане... Хотя казалось бы, ну в Якутске у вас там климат, еще что-то, ну вы же как-то должны, может быть, что-то предложить. Да, я бы сделала гигантские общественные бани, например, скорее, чем... Вот, видишь, парень? Чем... Да, потому что ты плитаешь в Исландию, и там в каждой деревне, возвращаясь к баням, есть термальный источник, бассейн, потому что вот у них образ жизни, что обязательно должен быть бассейн. И без этого никуда. Я не вижу смысла делать балкончики для поцелуев в Чечне. Правда, не вижу в этом никакого смысла. А в Германии главная общественная справа — это пивная. Окей. А в Китае есть чайный дом, вот эти вот чайные... А у нас что? У нас что? А можно я тебе по-другому отвечу? Нет, ты мне отвечай, где русская идея? Татарская идея благоустройства, где? Татарская идея благоустройства — сделать пространство, которое изменит повседневность человека. Если люди, как это происходит у нас, перестают выходить из дома в калошах, надевают туфли, если женщина вечером в селе, в 320 километрах от Казани, с населением 8000 человек, вечером надевает платье и идет гулять по набережной, если люди получают набережную в поселке городского типа Кукмар и на следующий день инициируют референдум о присвоении Кукмара статуса города, это значит только одно. Это значит, что у них изменилась повседневная практика поведения, у них появилось еще одно место, у них появилось место, где они взаимодействуют, у них появилось место, где они проводят свободное время, куда отец идет с ребенком после работы для того, чтобы проиграть на детской площадке, где можно послушать какую-то интересную лекцию, где проходит концерт, где просто красиво, где культурно. И третье — это как в городе. Что такое «как в городе»? «как в городе» — это если ты живешь в небольшом населенном пункте, значит, как можно больше твердого покрытия. А еще вот догадайся, какой элемент благоустройства является идеальным сочетанием вот этих трех принципов красиво-культурное «как в городе». Конечно, конечно. Потому что особенно в селе это бесполезная вещь, она работает там, дай бог, четыре с половиной месяца. «Но как в городе». «Но как в городе», потому что это ощущение того, что к тебе пришло благополучие. А в городе люди хотят естественной среды, и поэтому, например, не может быть единого подхода к населенным пунктам разного размера. Потому что когда люди живут среди бурьяна, их вообще ландшафтный дизайн новой волны не заводит. – Какие, на твой взгляд, главные фейлы в отечественном благоустройстве последнего времени? Самые отстойные проекты? – Илья, ты же формируешь в том числе и мое мнение. Возьмем, пожалуй, по списку примерно все города чемпионата мира, с исключением… – Казани. – И Москвы. – Что тебе запомнилось? – Ну, слушай, ну вот Вологда. – Вот Вологда. – Вот как они там освоили сотни миллионов рублей, все одели в бетон, ни одного живого человека там быть не может, при этом они сносят Красный пляж. – Да. – И я вообще просто не могу понять, как это вообще может так быть. – Супер. – Это просто какие-то враги народа, понимаешь? – Так. – И… ладно. – Давай, ну продолжай, подожди, смотри, ну ты… Нормально, еще Вологда. – Ну еще, ну вот это вот Самара. – Саранск, еще. Четвертая очередь. – Да, четвертая очередь. Вообще просто фантастика. Просто фантастика. Вообще, честно говоря… То есть вот… Я прошла по всему городу. Я не понимаю, как можно было потратить такие деньги и вложить их в инфраструктуру так бездарно, положить какую-то уродскую, некачественную плитку по всем центральным улицам, которую, блин, придется перекладывать. Вот все равно можно критиковать Собянина, можно не критиковать Собянина. У всех разные позиции. Я к нему отношусь с огромным уважением. Но… Да, дикие деньги. Но он хотя бы кладет там нормальные толщины гранит, а под ним он меняет коммуникации. И это пролежит все-таки время. Это инвестиция в инфраструктуру городскую, которая будет дальше работать. А когда в Самаре делают… Делали… Сделали… Черт знает что! Черт знает какого качества! И совершенно уже сейчас понятно, что оно все потрескалось, потекло, забыли ливневки и так далее. Ну как? Ну как? Ну как? Мне еще в Самаре очень понравилось благоустройство вокруг стадиона. А я расскажу нашим зрителям. Там просто стоит стадион в виде… Поскольку у нас Самара космический город, поэтому он в виде такой космической тарелки. Он стоит опустившись. Ну не важно. В основном, что в силу был густой вокруг, это просто такой чернозем, идеально такой вот ровный. И нет вообще ничего, просто такая черная вокруг, просто черная земля, гигантское бесконечное поле, на которой, естественно, это… Илья! Слава Богу! И я подумал, что им будет очень круто туда посадить какую-нибудь капусту, либо еще что-то… Это, помнишь, были фотографии, как во время войны вокруг Исаакиевского собора росла капуста во время блокады. И вот будет концептуально, мне кажется, что им сейчас правильно засадить какую-нибудь кукурузу, еще что-то… Вчера губернатор… И там будет летающая тарелка стоять по центру колес кукурузы. Вчера губернатор сказал, что он объявит открытый международный архитектурный конкурс… на концепцию развития территории вокруг Самара-арены. Сделать поля. Среди ход с угодья, конечно. Это будет, по-моему, лучше, что мы сделаем. Ты можешь выступить в каком-нибудь консорциуме. По административному консорциуму. Это же так круто. Слушай, на самом деле… Ты согласна? Ты пролагируешь мне мою идею? Я согласна вот с чем, Илья. Я согласна с тем, что иногда незагубленные возможности лучше, чем загубленные. Потому что, если бы там что-то уже сделали в стиле самарского благоустройства последних лет, это же потом, понимаешь, это же бюджетные деньги. Это же нельзя потом просто взять и снести, взорвать чертям собачьим. Нельзя. Это же народные деньги потрачены бездарно. Нужно, чтобы прошло какое-то время. Нужно, чтобы люди придумали, что с этим совсем делать. Желательно, осмысленно. И потом уже что-то сделали. Я вообще, честно говоря, считаю, что если ты не знаешь, что делать, и ты не уверен в том, что у тебя есть правильное видение, лучше не делать. Давай про твои косяки поговорим. Твой самый неудачный вид, который тебе стыдно, и ты сейчас мимо проходишь, думаешь, как можно было такое вот? За перголы, у которых не было покрытия сверху, защищающего от дождя. Потому что архитекторам нужно формировать пространство, им нужен вертикальный элемент. Это где эти перголы? Везде, знаешь. А, везде? Ну, их много. Но мы их сейчас все накрываем потихоньку. Окей. Но была важная позиция, что они должны как бы формировать тень, но тень они не всегда формируют. Еще они не должны почему-то, архитекторы доказывают, что они не должны защищать от дождя, но люди не понимают, зачем эта штука стоит, если они защищают от дождя. И это вещь, за которую, конечно, постоянно приходится краснеть. Будь твоя воля, вот ты видишь, что происходит. Как мы знаем, иногда, чтобы совсем все не угробить, приходится вводить какие-нибудь запреты, чтобы хоть как-то ограничить беспредел. Опять же, в плане благоустройства мы сейчас все по твоей теме говорим. Что бы ты запретила делать в городах благоустройство, чтобы хоть как-то было красиво. Но ты сейчас ожидаешь, что я скажу. Я запретила бы ставить уфсиновские лавочки, да? Нет, нет, нет. Ты этого что ж от меня? Что бы я запретил? Давай. Например, я бы запретил вообще использовать ковку. Ничего, ни одного нормального кованого изделия, за редкостью мы почти даже не рассматриваем, появиться на свет не можем. В Туве прекрасные, невероятной красоты кованые скамейки. Мне уже интересно на них посмотреть. А еще есть прекрасное, например, каслинское литье, чугунино-форменное, вот эти сталинские диваны традиционные, так делать и так далее. Это очень красиво. Просто кованая скамейка должна быть хорошей, а еще рядом с ней не должно стоять пластиковое мусорное ведро, а еще, пожалуйста, можно тогда у меня будет фонарь, который к ней... Кованая скамейка может быть красивой? Да. Сейчас здесь показывается кованая скамейка от Натальи Фишман, по ее мнению, которая красивая. Хорошо. Сотовый поликарбонат можем запретить? Пожалуй, да. А про сотовый поликарбонат... Да, есть другие подходы. Хорошо. Твои любимые города в России. Чтобы было проще, я спрошу, где бы ты могла жить в России? Казань, Москва. Ну, наверное, я могла бы жить в Петербурге. Я могла бы жить в селе Муслюмова. Я уже заинтригован. Там... А ты просто никак не приедешь. Я приеду. Там невероятная социальная инфраструктура и так далее. За пределами Татарстана. Вообще есть жизнь? Я уже понял. За пределами... Есть ли жизнь в России? Знаешь, я бы хотела сказать, что я могла бы жить в Кызыле. Но я не готова жить в Кызыле. Мне там очень понравилось, но минус пятьдесят два месяца, это выше моих сил. В Тюмени можно жить. Вот это поворот. А что тебе в Тюмени нравится? Там нормальный климат. Ты была в Тюмени? Да. Нормальный климат? Да. Ну то есть, есть два месяца, когда тебя могут сожрать насекомые, и есть десять месяцев, когда ты замерзнешь и умрешь. Мне кажется, ты утреваешь. Мне кажется, в Тюмени можно жить. В Тюмени можно жить. Да. А тебе нравится то, что они делают в плане благоустройства? Нет. Набережная? Нет. Безусловно, нет. Гордость Тюменс вообще. Тюмень лучший город земли. Люди гордят своей набережной. Тебе не нравится их набережная? Ну, мне не нравится то, что у меня нет вообще никакого зонирования, функционала вообще. Не надо пересказывать мой пост. Я не читал твой пост. Все знают, что ты его читал. Нет. А, в Нижнем Новгороде, кстати, мне кажется, что можно жить. И все. А юг? Сочи? Невозможно. Просто такая, такая безхозяйственность. А почему в Сочи такое? Такое наплевательское отношение к своей земле. Я не понимаю, как это вот. Вот я была в Новороссийске, поскольку я была в жюри конкурса, вот где Заха Хадид выиграли. Да. Я ехала от аэропорта до Новороссийска и плакала практически, потому что я вижу природу, которая вообще просто переплюнет Италию, Францию и так далее. И я вижу, в каком все состоянии. Я ехала и думала, господи, ну дайте эту землю татарам, они бы сделали здесь что-нибудь хорошее. Потому что в Татарстане и в Башкортостане все поля распаханы, понимаешь? А больше нигде в России, кроме Краснодарского края, нету полей распаханных. Ты летишь на самолете, если ты видишь распаханные поля, это либо Краснодарский край, либо Татарстан с Башкортостаном. Больше нигде. То есть Сочи забрать у армян и отдать татарам? Я думаю, что было бы не дурно. Когда мы обсуждаем ваш опыт, все говорят, что у вас много денег, поэтому вы можете делать такие вещи. Да, я тоже часто слышу. В отличие от других городов. Понятное дело, что, во-первых, деньги нам всем дают по численности население Минстрой, но вот каждый конкретный проект, он стоит каких-то понятных денег. Вот у нас есть городской... Проект Цена. Да, городской пруд в Арске, 32 миллиона рублей. Сейчас покажут подробно его изображение. Набережная в Тюлючах, 28 миллионов рублей. Село Набережная в Муслюмово, 50 миллионов рублей за три года. Продвиженностью 4 километра. Но вопрос состоит в том, что это вообще ни разу не вопрос с объемом финансирования. Это вопрос того, что нужно выбрать один конкретный объект, сделать ему хороший проект. А максимально все работы сделать силами местных подрядчиков, потому что это дешевле. Потому что они потом это будут содержать. И вперед у вас получается отличный объект, который... Во всех этих объектах непонятна твоя зарплата. Ты умолчала вначале? Моя зарплата в два с половиной раза меньше, чем моя зарплата в Москве до переезда в Татарстан. Это все, что я готова сказать. Больше миллиона рублей. Ты что, с ума сошел? Если посмотреть на зарплаты, которые есть у чиновников. То есть мэр города, который получает 100 тысяч рублей. Мы вчера были в Евпатории, я снимал интервью с мэром. У него официальная зарплата 50 тысяч рублей. У мэра города. Человек, который отвечает за все хозяйство, плюс ко всему у него куча рисков. Уголовные ответы, проверяют каждый его шаг. То есть он не просто на завод ходит, болванки точно, и не в ларьке сидит, а он ходит и несет кучу рисков и кучу ответственности на нем. Получает зарплату 50 тысяч рублей. В Иваново 100 тысяч рублей, по-моему, зарплату мэра и так далее. Когда мы начинаем говорить про, а давайте пригласим, возьмем хороший главный архитектор или еще что-то. Если посмотреть опять же на зарплаты, которые есть у этих людей, то понятно, что никогда в жизни не найдешь нормальных специалистов на эти зарплаты, которые сегодня есть. Я полностью с этим согласен. Какая должна быть зарплата сегодня, вот если мэр города сейчас нас смотрит или губернатор и хочет, чтобы в его городе был хороший, грамотный? Я по-другому скажу. Я не буду называть сумму. Сколько человек должен получать? Мои деньги достаточно для того, чтобы снимать в городе хорошую квартиру, для того, чтобы платить водителю, для того, чтобы, кстати, я все это делаю из своей зарплаты, для того, чтобы иметь возможность раз в месяц летать в Москву и обратно и оплачивать себе там три дня в гостинице. И для того, чтобы раз в два-три месяца летать куда-то за рубеж, для того, чтобы, опять же, ну или это должна быть командировка, изучать какой-то опыт. Значит, ну плюс у человека должно быть еще там тысяч, наверное, 20-30 на то, чтобы, ну, нормально просто есть. Это можно считать, я думаю, что начиная от 120-150 тысяч рублей, молодой, компетентный человек будет готов переехать на два-три-четыре года в любой региональный город. Ну, если это далеко и дорогие билеты, и несубсидируемые, то, возможно, это должна быть чуть большая сумма, ну, пропорционально. Ирина из Якутска, Ирина Алексеева, ищет главного архитектора на 35 тысяч рублей. Я знаю, мы это обсуждали и с Ириной, и с губернатором, я честно могу сказать. Не найдет? Ну, нет, всегда есть место подвигу и может быть патриотически настроенный человек, который будет готов на это. Потом, слушай, ну, давай смотреть правде в глаза, для любого молодого человека это невероятный шанс самореализации. Потому что, ну, нет, давай на самом деле честно, я тебе скажу, за сколько у меня люди работают, но они 70 тысяч рублей получают, 75 тысяч рублей получают. Но это не зарплата сегодня, это не бюджетная, то есть? Это не бюджетная зарплата, но это вот зарплата очень высококвалифицированного специалиста, который переехал в Сказани с другого города. Спасибо, возвращайся в Казань. После Казани куда? Дальше, куда твоя карьера? Ты знаешь, так, наверное, нельзя говорить, но я на какое-то время удовлетворила свои карьерные амбиции, и мне бы очень хотелось детей родить. Что? Детей родить. Детей родить. Это очень здорово, я прямо вот очень правильно, я поддерживаю это. Да, знаешь, это такая интересная история, потому что я брендирована как карьеристка, хотя меня это вообще никогда не интересовало, интересовало всегда, что делать, что ты можешь сделать. Я что-то как будто бы наделалась на какое-то время. Вот сейчас, видишь, ты сначала сделала классные парки, набережные, все подготовила, можно сказать, всю инфраструктуру, и теперь можно смело в Казани рожать детей. Спасибо. Спасибо за интервью. Всем пока, не забывайте подписываться на канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Все, и в комментариях задавайте Наталье вопросы, она все будет внимательно читать. Пожелаем всем благоустройства. Пожелаем всем благоустройства. Хорошего. И приезжайте в Казань, смотрите, как нужно делать. Субтитры сделал DimaTorzok